Сегодняшняя литургия в Гомельском храме святителя Луки Крымского не совсем случайная. По-перше, ее изначалили одразу два епископа, Гомельский и Шлобинский Стефан, и Борисовский и Мариногорский Вениамин. По-друге, сирот-приходжан в денеке международной навыково-осветницкой экспедиции «Дорога до святыни». Экспедиция, промеркованная до дня белорусского письменства, до Гомеля, где она уже наведала Октябрьский и Калинкельский районы, завершится ее работа 4-го версия в Рогачеве. На всем шляху, удел у молебных, на какие обовязковые приносятся святые животворные огонь от труны Господней. Хоть только богослужениями программа не обмежевывается, в речи экспедиция «Моя статус навыково-осветницкой» этому и со встречи за местом населенцем обовязковые. Вечер, свежки, люди, светлые огоньки бегут от храма, и это все сопровождается мелогучными белорусскими вершами в выконании поэтов, артистов. Так что, думаю, мы это своими выконываем. Сады молитвы и худельники экспедиции «Шлях до святыню» закладывают у каждого населенного пункта, который наведают. По территории эти сады максимум не самые большие, но главное совсем не у площадь. Эти древы, как и земля, на которых они будут расти, освещаются животворным огнем. Это святое место, которое должно оберегать людей. Эти сады молитвы – это сад молитвы Белоруссии. Мы спим, а древы молятся галиночками, иголочками, листочками, кореньем, сутки кожные. Каб не лилась кровь на Белоруссии, каб был мир во всем свете, каб мир был у каждой семьи. Мир, лад – это благословение. От проведения науковых конференций до встреч с местным населенцем в программе «Знаходжение у Гомеля» наведывания школ, больниц, социальных притулков. Размывы не только о задачах экспедиции, а и о духовных каштовностях у Вогули. У 36-й гомельской гимназии сегодня рихтуются до проведения медежевских читаний, задачи яких – выхование у молодых людей, почутствие патриотизма и активной громадской позиции, а так само повышение интереса до белорусской культуры и истории. Сустреча с гимназистами у дельников науково-осветницкой экспедиции «Дорога до святыни» мает задачи досягнение таких же мед. Самое главное, что они умеют сказать так, что души детей раскрываются. Они разумеют, что такое на сегодняшний день злый человек, что такое несправедливость. И мне сдаётся, что во всяком разе яны не перешкажают в выхованию и громадянина, и патриота нашей родины.